Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 25 декабря, день Спиридона, поминает святого отца Спиридона Тримефунтского. Он жил на территории Кипра в 3-4 веках, вел чистую и боговодную жизнь, подражая Давиду в кротости, Иакову в сердечной простоте и Аврааму в любви к странникам. За это был награжден целительским даром, мог изгонять бесов. После смерти супруги Спиридон стал епископом города Тримефунта на Кипре. Однажды случилась продолжительная засуха. Спиридон с помощью молитвы вызвал дожди. На Руси этот день называли переворотом. Солнце поворачивается на лето, день идет на прибыль. Говорили, что Спиридон поворачивает солнце так, чтобы оно не скрылось от людей. Сегодня запрещалось работать, но можно было гадать. Например, наблюдали за ветром и делали выводы. Если он менял направление в течение дня, это к урожайному году. Сегодня делали такой обряд. После солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолку, а хозяин в это время вклинивал топор в порог. Делали это для того, чтобы защитить жильцов и сверху из порога от нечисти. Сегодня кормили кур из правого рукава. Считалось, что так они будут лучше нестись. Дни солнцеворота считались опасными, поскольку происходила борьба между светом и тьмой. В дневное время сегодня можно было развлекаться, слепить снеговика, поиграть в снежки, покататься на санях. Приметы. На день Спиридона солнцеворота солнце пошло на лето, зима на мороз, а ночи на убыль. Этот день определяет характер погоды всей зимы. Если на Спиридона светло и ясно, Новый год будет морозным и тихим. Если хмуро и на деревьях нависает иней, пасмурным и ветреным. Если воробьи сегодня в гнезда тащат пух, это к сильным морозам. Если сегодня солнышко играет, то святки будут солнечными. Какую надо пищу есть, чтобы было разжижение крови? Потому что у меня густая кровь, и я по утрам рано... Приходится, я вообще-то соня, и раньше долго спала. А сейчас стою очень рано, потому что если я рано не встану, то у меня начинается... Занемевают рукали, вот тут где-то около сердца, вот здесь нога, пальцы ног. Людмила Дмитриевна, для того, чтобы разжижить кровь, надо употреблять такую пищу, которая бы содержала структурированную воду. Оказывается, действительно, а почему у нас кровь становится вязкой? Оказывается, пища, которую мы в основном принимаем, хлеб. Это, можно сказать, хлеб, картофель, клейстерный клей. Знаете такой сон, Людмила Дмитриевна, да? Клей на основе клейстера, на основе крахмала. Поэтому хлеб, мука, мучной и картофель, и все, что на основе картофеля, и в том числе макароны, это своеобразные клей, которые делают нашу кровь более вязкой. Поэтому вот эти продукты надо как-то ограничить. Раз. Второе. Оказывается, это такие продукты, как творог, молочное. Это уже такие белковые клей, которые, знаете, вот, например, с молока. Молоко коровью, что мы в основном пьем? Да, конечно. Молоко козье у нас. Молоко коровью и козье. Можно пить. Это очень интересно. Но, оказывается, насколько оно подходит для человеческого организма. Берем корову или козу. У нас есть рога? Пока нет. Пока нет. А у коз и коров есть. У нас копыта есть или нет? Нет. Нету. А шерсть? И шерсти нету. Оказывается, оказывается, молоко коровы и козы, оно содержит повышенное количество таких белков, с которых строятся вот эти вот копыта, рога и шерсть. У нас такого нету. То есть, там избыток козеина. А козеин... Я тоже обратила внимание, я кофе с молоком пью и чувствую себя, вот через какое-то время, некомфортно себя начинаю чувствовать. А это несколько другой вопрос. Это несколько другой вопрос. Оказывается, смотрите, мы сейчас разбираем молоко. В молоке много таких вещей, с которых раньше делали казиновый клей. Наиболее такой, знаете, как склеят это деревяшки, не отдерешь. Вот. Все это клеит нашу кровь. А вот насчет кофы, вы сказали, несколько иное действие. Оказывается, кофе у нас способствует тому, что, как и чай, она обладает вяжущим вкусом. А вяжущий вкус, сами знаете, вот особенно если хорму мы съедим, как оно горло нам взвяжет. Вот. И вообще это ужас. Поэтому более мягкое действие кофы и чая оказывается на наши сосуды. Он их сужает, естественно, крови двигаться труднее. И возникает вот это ощущение, что... Да, вот моментом. Потом оно проходит. Ну, ясно. Это так реагирует сосудистая система. Лучше всего, первое, вот не чаи пить, не кофы, а травяной чай. Травяной чай делается на основе, с пороша и полевого хвоща. Вода мягкая. Когда ты пилишь мягкую воду или волосы мыли, мягкая вода. Существует жесткая вода. Когда вода у нас... От дождя к дождю, вы забираете воду? Талая вода, либо вода от дождя, она мягкая, она содержит меньше солей, благодаря чему текучесть возрастает. Все легко течет. Кстати, мне вот посоветовали как-то, одна женщина, воду наливаем в морозильник, а потом пей. Я, как всегда, ничего не слышу. Ничего не слышите, не делайте. Оказывается, когда вода прошла через заморозку, и там еще кусочки льда плавают, ее, прежде всего, надо пить талую, пить мягкую. А если прокипятишь ее как? Если мы с вами ее прокипятим, это лучше все тогда использовать в виде чая. Прокипятили, заваливаем травку с порожью или полевой хвощ, или еще некоторую иную траву. Но в основном вот эти две травы делают воду удивительно мягкой. И помимо, помимо, значит, воды, очень важно, теперь мы о пище начали говорить и закончили. Так вот, для того, чтобы кровь была не густая, а была такая текучая, значит, надо примерно сырых овощей или тушеных овощей съедать раза в два, в три раза больше, нежели той же картошки или мяса, или творога там еще. То есть сначала... Что мы относим к мясу или... Относим к курочке, рыбе, говядине, там свининка, все это относится там к творожок, это относится к белкам. Вот, съедайте большую миску салата. И самое важное... Вот. Я не люблю. Вот. Вот это. Вот это. У меня дочка подсказала, что все это я могу разогревать и тушить. И еще вкуснее. Еще вкуснее. Действительно, можно разогревать и тушить. Овощи будут более приемлемы. А сырые, вы говорите, вам она не нравится. Дело в том, для того, чтобы приготовить правильный вкусный салат, вам необходим особый майонез, который скрашивает вкус той же капусты, которую мы не любим. Двадцать девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok